Доброе утро! Сегодня мы возвращаемся домой. У нас была очень веселая ночь в Кавычках. Габи немножечко приболела, у нее была температура, рвота. В общем, мы даже утром уже думали, что не будем возвращаться по запланированному плану. Но, слава богу, ей стало чуть легче. Мы решили все-таки рискнуть и выехать. Потихонечку будем ехать с остановками необходимыми и так далее. Время сейчас 11.20, и мы держим наш путь домой. Ну что ж, мы сделали нашу первую остановку. Мы проехали 400 километров, остановились в первом путь, который был для того, чтобы заправиться и подкрепиться. Это наш ланч-тайм. Время уже повод четвертого. Guys, this pizza is the best pizza I've ever ate. Better than pizza, pizza better than a full pizza. The pizza in Costco is the best. Ну, в общем, короче, вот мы купили пиццу. Она стоила 10 долларов. Large pizza, очень вкусная. Просто взяли только с сыром. Габи уже чуть получше, но, конечно, очень капризничает. И Доша старается ее не доставать, но это очень тяжело. В общем, короче, сейчас мы немножко походим, погуляем, отдохнем. И нам еще по американской территории ехать 400 километров до границы, и после границы 300. Так что мы поехали дальше. Надеемся, что Габи будет себя чувствовать хорошо и Дошу побольше. Да? Bye-bye. Count me for home. I miss my Xbox. Вот до границы 254 километра. Мы надеемся их проехать так же, как хорошо, как и до этого мы ехали. Тяжело, конечно, с уставшими и больными детьми ехать. Ну, Габи болеет, но Идушка тоже очень устал. Вот. Но домой как-то дорога, она всегда быстрее. Вот мы заметили назад, но мы всегда возвращаемся быстрее, чем когда мы едем туда. Когда мы едем туда, то мы путешествуем, останавливаемся, смотрим на краины. А назад уже мчимся без оглядки. Хочется всегда быстрее домой. Так что мы поедем. Ой. Надеемся, на часу ночи доберемся. Может, и позже, как будет на границе. Сегодня пятница. Может быть, будет больше трафика на границе. Сейчас бы до границы добраться, а там уже рукой подать, можно сказать. Давай-давай. Субтитры подогнал «Симон» Итак, время 12.00, ровно, и мы находимся буквально в 110 километрах от дома. Так получилось, что детки уже, конечно, спят, а мы стоим в пробке между грузовиками. Вот как это выглядит. Одни грузовики ночью ездят. Видите, мы в домике из грузовиков. И вот здесь, возле Кости, грузовик. И вот здесь Федекс у меня. Видите? И вот там у меня грузовик. А, не видно, там не видно. В общем, сзади меня грузовик. Видно, в заднем стекле будет. Только наше фрисовик. Мне только не видно. В общем, короче, поверьте мне, одни грузовики. Вот там вот впереди можно видеть, что все грузовики стоят. Вот, видите, немножко страшновато. С другой стороны, таким себя защищенным чувствуешь, как будто ты в домике. В общем, мы стоим без понятия, что происходит. Скорее всего, ночью происходят обычно в это летнее время ремонтные работы на дорогах. И, скорее всего, где-то что-то перекрыто. Потому что мы просто стоим, двигаемся по сантиметру в минуту. Поэтому уже так я мечтала, что я доберусь сегодня до кровати. Уже вот-вот, уже вот-вот. Вот, так, чтобы вы меня видели. Все равно не видно. Ну, получается, что пока я не знаю еще, когда я доберусь до кровати. Язык уже не шевелится. А вот машина, когда тормозит, у меня красные фары освещают мою мордуленцию. В общем, короче, ребята утомились. Но, слава богу, Габи нам дала доехать. Мы очень переживали за ее состояние. Она просто свалилась у нас вчера с температурой. И всю ночь она не спала. И, в общем, рвала. И я не знала, как мы сегодня поедем. И, слава богу, у нее только один раз поднялась после обеда температура. Я ей дала и таблеточку, и это лекарство. Она не вырвала его, слава богу. Мы проехали. Так что сейчас детки уже спят в машине. Их уже, конечно, тоже не видно. А мы вот с Костей пытаемся добраться до дома. Еще грузовик перед нами решил перестроиться. То есть грузовик думает, что в нашем ряду он поедет быстрее. Но грузовик выше сидит, далеко глядит, как в той сказке. В общем, короче, одним словом, ребята, стоим в пробке, пытаемся добраться до дома. Вот остался нам, по идее, полтора часа. Это я так говорю, грубо говоря. Но что-то я сейчас с этой пробкой непонятно, как мы будем двигаться. Пробору тогда растаясь. Итак, такая уже долгожданная съемка. Время у нас час ночи, 33 минуты, пол второго. Мы с Костей вообще уже со спичками в глазах едем, уставшие. А до дома 7,5 километров. Просто не верится, просто не верится. Сейчас мы попридем, завалимся спать. Страшно, устали, конечно же, да, Костик? Нет? Нет, еще можем столько же проедать. Ничего не видно. Вот так что все, ребята. 7,5 километров бойка. Тоже бы меня было видно, меня не будет видно. Так, 7,5 километров осталось. Уже 7,2. И мы на месте. Закончилось наше большое путешествие в Америке. И мы благополучно вернулись домой. Пока.